Шалом, ухмирим, с ханукой вас. 7.40, пожалуйста. Расскажу вам о празднике Пейсах. Многие говорят, что это еврейская Пасха, но на самом деле нет. Это у вас русский Пейсах, а не у нас русская Пасха, еврейская Пасха. Суть вот в чем. Когда Моисей горевал о том, что еврейский народ, уже сформировавшись, уже с культурой и традициями, уже с аутоизмом, был в рабстве у фараонов, он часто на горе Синай беседовал с Богом. И как-то Бог ему сказал, если фараоны не хотят по-хорошему, мы отдадим, мы заберем народ силой, по-плохому. От тебя, Моисей, вот что требуется. Пройди мимо всех еврейских домов, и на каждом из них на двери нарисуй звезду Давида. Ночью придет ангел смерти, и все решит, все порешает человечка. Моисей так и сделал. Он под вечер нарисовал на каждом еврейском доме звезду Давида. Евреи знали, что придет какое-то существо и что-то сделает. Поэтому евреи сидели по норам и не высовывались. Египтяне ни о чем не подозревали. И вот ночью пришло какое-то существо, неведомая сущность. Никто его не видел. Это существо проходило мимо домов. Видел звезду Давида, знал, что тут евреи, и оно проходило мимо. Пейсах на еврей означает проходить мимо. И вот это существо вырезало все египетские семьи. Прям вырезало, каждую семью. Евреи только слышали душераздирающие крики. Никто не видел, что это было. На следующий день Моисей вывел евреев из Египта. А вырезало это в каком смысле вырезало? Буквально кровь пустило? Да, буквально. Поубивало все поселение египетское. В живых осталось только фараон. Это в Библии описано? В Ветхом Завете. Ну да, в Ветхом Завете. Да. Это до того, как он заставил море раступиться, чтобы пройти? До того. Вот он вывел евреев из Египта. Вот они по пустыне скитались, дошли до моря, оно раступилось. Вот после этого. Вот хронологию я знаю. Потом уже, спустя много-много поколений, родился Иешу Адам. Вот, смотри. Ну да, много поколений спустя. Дальше его история. А вот, там, кстати, классно написано в Ветхом Завете. Там между каждой такой историей, так сказать, проходит промежуток несколько поколений. Вот, например, там Адам и Ел. Потом спустя несколько поколений, там Авраам и Сара, его дети Измаил и Саак. Потом, спустя много поколений, Моисей. И потом, спустя много поколений, Иешуа. А Великайн это... А Великайн это когда Моисеем и Иешуа описаны правления Давида и Соломона, его сына.